И снова в кинотеатре «Искра людна». Сотни участников открытого конкурса прикладного творчества «Рождество Христово» пришли сюда, чтобы узнать об итогах. В холле собраны все работы, а их более 800. С каждым годом изобретательность конкурсантов растет. Здесь не только картины на тему светлого праздника, хотя они по-прежнему превалируют, но можно встретить и замысловатые композиции с фигурками людей, животных и природы. Цель этого конкурса какая? Чтобы люди познакомились с Евангелием, читали его и, в общем, свои чувства воплощали в поделку, в творчестве. И в этом году были новые номинации. Это «Притчи». Много было представлено работ на эту тему. Потом «Образ Богородицы». Тоже в Евангелии и вот в этом празднике. Основанный сотрудниками Центра детского творчества «Импульс» конкурс «Рождество Христово» имеет многолетние традиции. В нем участвуют целыми семьями. Вот уже 17 лет он не перестает вдохновлять людей на творчество, объединяет и дарит радость. Но самое главное, в каждой поделке чувствовалось праздничное, рождественское настроение. Чувствовалась теплота и доброта. Также знание вами различных христианских обычаев и традиций. Отобрать лучшие подделки жюри было нелегко. Номинаций немало. Восемь и несколько возрастных категорий. Поэтому призерами стали многие. Обладателей гран-при отметили особенно. Их пригласили на сцену и на глазах у всех участников вручили дипломы победителей. Я принимаю участие уже не в первый раз. Это мое не первое гран-при. В этом году атмосфера намного лучше. Мне все понравилось и я раз. Полина Походяева главный приз взяла как раз за традиционный для конкурса вид прикладного искусства картину, которую девочка написала вместе со своим преподавателем. Мне так нравится такая тематика и техника. А изображено там, когда к Марии пришел ангел и сказал ей вещь, что у тебя родится Иисус Христос. В подарок всем участникам конкурса воспитанники и сотрудники Центра детского творчества «Инпульс» показали спектакль на тему Рождества Христова. Про то, насколько важно не терять веру в Бога и в чудеса. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.